Легкий способ бросить курить. Не давай табачным компаниям набивать себе карманы. Бросай курить, бросай. Жми на ссылку в описании. Всем добрый вечер снова. С вами Габи. Сегодня я хотел вам рассказать про неудовлетворенность. Как вы думаете, когда у человека возникает неудовлетворенность? Какие для этого бывают причины? Здравствуйте, Юля. Вот когда мы чем-то недовольны, не получается. Да. Когда его что-то не устраивает. Угу. Есть сомнения, верно. Представьте, что он... Живут рядом мужчина и женщина. И они в какой-то момент понимают, что они друг другу не подходят. И они уже, например, построили дом, завели детей. Но они чувствуют, вот, чем больше времени подходит, проходит, тем больше они чувствуют, что они не подходят друг к другу. У них есть неудовлетворенность отношениями. Он недоволен ей, она недовольна им. Такое же бывает, правда? Да. И они чувствуют, что изменить ничего нельзя. Ну, просто, ну, уже ничего не изменишь. Люди такие, какие, ну, они есть. И, в принципе, вот этот пример можно привести, в общем, к жизни. Вот жизнь, она такая, какая она есть. Вы купили машину, ту, которую могли купить. Вы не могли купить другую. И вы водите ту машину, которая есть. Вы построили дом, вы, может быть, хотели лучше. Но вы могли построить только дом тот, который есть. Вы, может быть, хотели бы лучших друзей. Но рядом с вами те люди, которые есть. И это невозможно изменить. Они уже стали вашими друзьями, а других Бог не послал. Но всегда хочется чего-то лучше, чего-то совершеннее, чего-то более приятного. И возникает вот эта неудовлетворенность. И она у нас есть, ну, буквально во всем, по чуть-чуть хотя бы, но есть. Обязательно есть. И эта неудовлетворенность, это, по сути дела, наша смерть. То есть, это причина смерти. Мы умираем, потому что эта неудовлетворенность, она медленно, но верно, как бы, разрушает нас изнутри. Это те самые планеты, которые хотят всегда большего, лучшего, совершенного, более качественного. Хотят больше от нас. И единственный способ здесь, единственный выход прекратить все это, это научиться принимать все. Любить все. Благодарить за все. Вот все, какое есть, относиться к этому как к самому лучшему. Те люди вокруг нас, которые есть, относиться к ним, как если бы они были бы теми друзьями, о которых мы когда-то бы мечтали. Представим, что они уже те люди. Любить дом, который у нас есть, такой, какой он есть, ту машину, на которой мы ездим, пусть она не нравится, но полюбить ее. И то же самое с детьми, с половинкой, со всем всем. Как этому научиться, если мы начинаем как бы с себя, то этому научиться очень просто. В нас в самом есть, в каждом человеке очень много недостатков. И эти недостатки мы можем обводить красным маркером. говорить, я себе не нравлюсь внешне, я себе не нравлюсь как говорю, как ем, как разговариваю, там хожу, сплю, неважно что. И пока мы себя вот полностью не обожаем, мы не обожаем мир вокруг нас, потому что мир – это отражение нас. Так же, как в вашем гороскопе есть планеты, так же эти планеты, они есть и вокруг вас. То есть, например, тот же седьмой дом – это какая-то часть вашего тела, но это также и люди, которые окружают вас. Это все то же самое, как бы микрокосм, макрокосм, внутри, вовне – это части одного мира. Да, полюби ближнего, как самого себя. И на самом деле, когда, ну вот представьте, да, вы начинаете день, когда вы принимаете весь мир. Вы проснулись, там болит спина, а вы улыбнулись этому. Выглянули на улицу, погода жуткая, небо серое, идет какой-то дождь непонятный, ветер дует. А вы улыбнулись этому и подумали, как велик мир, как велика природа, как тут все устроено. Кто-то там бурчит на кухне, а вы пришли, его обняли и сказали, ну, ты моя половинка, ты моя роднулька, я тебя люблю все равно. И так совсем. Машина кряхтит, не заводится, а вы взяли ее по рулю, погладили, едьте на ней дальше. Просто любите ее за то, что она вот такая и у вас есть. И, в принципе, нужно, получается, жить так всегда во всем. Даже если люди вам не нравятся, они вам накладывают кусок мяса, а вы вегетарианец. Ну, погладьте их по руке и скажите спасибо, но я это не смогу скушать. Накормите меня другим, давайте вместе приготовим что-то. Тогда смерти нет. Тогда жизнь, она становится раем. Тогда вам не страшно, что вы оставите после себя, или что с вами будет, и какова будет смерть, каков будет финал жизни, уже ничего не страшно. Потому что все рай, и для вас продолжением, то есть следующей жизнью может быть только новый рай. Потому что у вас уже есть рай в сердце. И другая жизнь будет такая же достойная, как и эта. Она будет еще лучше, еще светлее. Это напрямую связано с тем, что те планеты, которые нам даются, мы просто соглашаемся с тем, что они нам показывают. То есть они нам показывают каких-то друзей, каких-то людей. Мы соглашаемся. Хорошо, я понимаю, что я должен с этими людьми научиться общаться, дружить, строить отношения, сотрудничать, взаимодействовать. Хорошо, я этому буду учиться. Дают низкий уровень дохода материального существования. Хорошо, я буду делать лучшее, что могу. Я буду развиваться, буду, опять же, получать новое образование. Буду стремиться. Но я буду все это делать с улыбкой, благодарностью. Потому что то, что я имею, это лучшее, с чего я достоин. Вообще, некоторые люди сетуют. Они говорят, вот то, что я получил, я бы мог получить что-то лучшее. Но вы всегда помните, что вы имеете лучшее из возможного, что могли бы вам дать. То есть, ваша карма, в которой вы проживаете сейчас, это самый лучший вариант, который вы могли бы заслужить за все прошлое, что вы сделали. Это не худший вариант, это самый лучший. То есть, мироздание, оно всегда вам дает самый максимум, что вот можно выжить из прошлого вашего. И это так здорово. Хотя могло бы быть, ну, например, наоборот. Но закон кармы, говорят, он жестко справедлив, но на самом деле он максимально милосерден. Поэтому желаю вам быть не то, что позитивными, но любить все вокруг себя, принимать все, благодарить все. И тогда вот эта неудовлетворенность, просто ей не будет места в вашей жизни. Вот что я сегодня хотел вам рассказать. Всем доброго вечера. Всем пока.